Так, хотя, извиняюсь, что снова беру слово, но надо сделать. А я бы хотел показать одну вещь, которую, может быть, кто-то уже видел. Это положение доклада в Вова насчет того, что можно замапить, используя чисто фотофотографию местности. У меня с собой, к счастью, есть эта штучка. Надеюсь. Да, есть. Сейчас вы это увидите. Это не по теме, а вот доклад, это просто независимая вещь. Пожалуйста, разрешите. 1600, 900, да? Ух ты, у меня есть. Я могу с тобой менять. Эта штука вся сделана в 3D с использованием фотографий. Не проводилось никаких измерений на местности. Только по фотографированию. Что? Это один из заводов Московской области. Я это делаю по заказу, но вам могу сейчас продемонстрировать. Это не себе это? Нет. А стрелять можно? Что? Стрелять можно? Это нельзя, потому что я ходил в ТЗ. А в чем это сделано? Это сделано... Ой, даже не помню. Это называется? Квест что-то там. Какая-то проба есть такая. Все это было сделано насквозь, не в ТЗОН, но это... Кстати, в Флэддере есть игровой движок. Да, я знаю. Но тогда... Можно тогда преобразовать, но не потребовалось. А прыгать можно? А в следующий раз в Квэддере делай. В следующий раз, да. Но я думаю, это не понравилось никогда умеет делать. У меня есть более интересная работа сейчас. Но я для себя могу чуть-чуть, конечно, слоять. Это было сделано чисто за счет сфотографии, то есть фотографированной местности и обработки скетчапа еще тогда, потому что не было никаких... Но скетчап, мы знаем какая-то история, Google продал. Да, к сожалению, потому что скетчап может закрываться. А и не продал его. Здесь мощнее. Так, и теперь я хочу показать то, для чего весь доклад задевался. Ты закрылся. Ой, нельзя было, да? Ну ладно, не уже. Так, ну вот, действительно. Ну, знаете, что... А за него времени это за него? Вот это за него. Одну неделю на первичную работу, съемку плюс моделинг. И еще неделю на доводке, поездке в офис согласования. То есть две недели чистого времени. Одного человека. Какой диаметр вот этого площади, который занимается? Диаметр? Там метров, наверное, 500 максимум, в самой широкой части. Ну, это большой, давай, не забывай. Все эти картуз-а. Причем, фоткал я только со своего роста. В одном месте на кран залезал, в общем-то... А как они это используют? Непонятно, как они это используют, так я не понял. Просто пришлось в лавку, какой-то приказ, чтобы все сделали сеть завода, сделали три модели своих местностей. Зачем, я не знаю. Странно, что стрелять нельзя. Для обеденного перерыва, как раз, время играет. Так не в кого стрелять. Ладно, давайте перейдем к сути. У нас есть такое понятие, как диванный маппинг. Наверное, все об этом слышали. Не знаю, может быть, не все. Это когда Осмир на зиму выходит в спячку домой и мапит все из дома, никуда не выходя. Ну, конечно, в самом деле не все такие, но таких много. Однажды осенью у меня стал вопрос, как бы мне внести побольше пои, точек интереса, то есть всяких там гостиниц, артек и так далее, не выходя из дома. И мне в шапку была такая мысль, сходить на сайты организации и, собственно, смотреть их адреса, вносить все данные названия, телефоны и все остальное время работы. Но потом я понял, что где собственно братья сама организация, я же на место не выхожу, я не знаю, как их искать в интернете. Поэтому я решил пойти от противного и искать по адресу. То есть, например, вот есть микрорайончик, я делаю запрос в том же Яндексе, поиск в такой-то адрес и страниц, допустим, что нужно название контакты. Зарядя на сайт организации, проверяя, что она актуальна, что я действительно сайт организации, беру с ним в данный, направляю босса по этому адресу. В принципе, такая схема имеет право в существовании, поэтому я взял туда чем-то писать. Расширение для браузера, которое всем упрощает фанатизацию этого всего. Сейчас я вам покажу. Расширение называется Poet & Geffern. Вот я его установил только что. И оно добавляет... Собственно, оно призначено для хромика и браузеров, основанных на нем. То есть хром, Opera, Яндекс.Браузер и проще некоторое поделие вроде майловского. Вот. Нажав на кнопочку «Оширение», попадаем на такую страницу, именно этого «Оширение», где можно откроет какой-нибудь домик. Например, например, не знаю. Можно застить такой. Это мапник. Дефолтный. Давно, наверное, не приходил на вашу доступность. Кому нравится, здесь мапсер. В принципе, можно добавлять что угодно. Что за кнопку? Google Maps. Как-то он беда тут работает. Мапник почему-то... Меня слышно? Слышно. Что-то у нас все сверли. А вот. Начинает появляться. Давайте сходим в Иваново. Да, не быстро. Вот. Приблюсь на уровне домов и можем ткнуть на что-нибудь. В этот момент экстеншн идет в номинате и ищет там адрес этого здания, куда мы припликнули. Вот справа отображается адрес. Дом подсвечивается на карте. И мы можем увидеть две ссылки здесь. Поиск в яндексе «Контакты» и «Общий». Ну, потом будет понятно, что это. Можно добавить еще кучу поисковиков. Это, на самом деле, не принципиально. Зайдем на первую ссылку. Мы видим, страница поиска поисковой системы с сформированным запросом. Он довольно сложный, соответствует синтаксису этой системы. И в целом, как раз ищет нечто похожее на страницы для защиты адреса, имеющие название «Контакты». Вот, по примеру, мы дошли не по этому адресу дом, к сожалению, потому что это на родине с телефоном и номером. То есть, этот сайт нас не интересует сейчас, потому что мы еще 41-й дом. Это жилой дом, там ничего нет, я его помню. А вот нет. Город Иваново, аспект Ленин, сока один, как раз. Вот, пожалуйста, две банки. Но этот сайт мы не можем использовать, потому что это агрегатор. Сейчас мы увидим. Какая цель? А типой, который содержится? Да. Но это еще просто устареть, да? Да, могли. Но это вообще другой вопрос, на самом деле. И относит адекватно. То есть, потом, да, мы можем обсудить. Вот, мы зашли на сайт, видим, что это агрегатор. То есть, это не сайт организации, мы его закрываем, нажимаем вот эту кнопочку «Кризис». В какой-то момент, во-первых, добавляется сайт нашим список локального расширения, а в то время добавляется на мой сервер и заносится специальную базу плохих агрегаторов, чтобы они вот так-то потом скрывались при поиске. Ну, вот, чтобы быстро не тратить на них время, вот, если... Вот такая печенька, чтобы сокращать список. Вот. Если мы когда-нибудь наткнемся на дом культурализации, который реально находится в этом доме, на ее сайт, к сожалению, в этом доме ничего подобного не обнаруживает, а вот, мы находимся по адресу. Да, это отходит то, что надо. Ну, вот, Иванова, линия 41, 4, то, что надо прям, Opti-core. Я не понял, что это? Центр корректного зрения. Вот, теперь мы можем нажать на эту же самую кнопочку, и здесь выпадет форма для ввода. Вот, если поставлен фламер дома и улица. Можем сюда ввечь что-нибудь, например, name Opti-core. Ну, и там, не знаю, клиник. Shopoptition. Как вообще такие центры обозначать, не представляешь, что я говорю. Ну, для примера, мы еще с какой-нибудь бредовое значение поставим. Обвините. Opti-core. Подобный. Телефон имел. Утильный прямой, почему-то не работает это дополнение, оно есть на самом деле. Посмотри, патологию, там, там, что-то, похоже. Ну, пусть пока так будет. Жаль, вам сохранить. В принципе, она уже попала на страницу экстеншн, можно ее перейти, увидим вот такую штучку, ее можно таскать. Это и есть наше поле добавленное. Здесь можно прежнему редактировать и удалять теги, значения. Сейчас, по-фокам, тут есть автодополнение, просто там у нас тут не сработало. На вот что ничего не могу найти. А если можно ID-e, есть же редактор использовать. Что? Использовать ID-редактор. А, а как туда пересылать динамический пояс у страницы? Ну, я имею в виду свою версию. Подмороджал спитерекист. Ну и что, уже как совершенно чужое приложение для него. Можно, в принципе, ну, зачем? Но это упрощенность больших поев, просто и все. Ну, просто ты хочешь еще там поредактировать без боя, дорожки пересылать. Дерешь в ссылку просто добавить сюда. Ну, тут поя, обычно редактируешь только поя, что еще там захочешь. Ну, это приложение для поя, для того, чтобы собирать их. Вот, обходить в акталу и искать организации в данных. Только для этого. Сейчас объясню сценарий с более на дальнейшем. Вот. И, найдя кучу вот таких вот поев, мы их оставляем красиво. Не можем либо отправить в JOS, если у нас загружен, либо сохранить файл, выходит, OST файл. Собственно, это весь функционал этого плагина, совершенно текущий момент. Если будут какие-то идеи по улучшению, то очень полезно их выставить в теме форума, который для этого предназначен. Там они охотно выслушиваются. В JOS, они отправляются, к сожалению, JOS не умеет загружать большие объемы данных интерактивно. Через свой сервер конвертирует WOSEN файл и потом загружает его в WOSEN, как целый WOSEN файл с сервера. Он умеет такое делать командные через ударенное направление. Так, JOS тут не запущен, поэтому я прям не знаю, как он пользует этой виндой. Его там даже нет. Нет, да? Хорошо, он просто сохранил файл. Все, он загрузился, это делается локально, находится в загруженных. Все, можно открывать JOS и что-нибудь синтетировать. Можно даже нативно загружать в своем виде. Вот, это весь функционал плагина. Вопросов нету, да? У меня вопрос. Я могу ошибаться, Яндекс часто, когда ищешь какую-нибудь организацию, он показывает прям на ее сайте, когда он сайт рассвечивается, в том, что уже отдельно форматированный телефон, возможно, адрес. Да, но это нельзя использовать WOSEN, потому что из справочника Яндекса информации. А точно из справочника Яндекса? Это он не со страницы в сайте? Принесо страниц, но он через себя допускает, там, возможно, наработка идет какая-то внутренняя. Более того, там, богу, то есть, все эти рекомендации просто отстроены люди и уточнить информацию. Да, это не жаль. Нет, не прикопилось с этой информацией. Это индексовая фаза, ее нельзя напрямую как использовать, абсолютно. То есть, как-то автоматизировать этот процесс, точно сложить. Да, это уже какая-то своя тельтанная система, которая будет ходить по сайтам, есть кайт-адресантам, то же самое. Очень непростая задача, обновляет. Сейчас это приложение есть, в магазине нет, но если надо, это я могу публиковать. Сейчас мы устанавливаем перетаскиваем с конец extension. Это режим разработчиков, да, тоже? Нет, мы просто перетащили. Они закрыли, но все равно можно сделать это. Скажем так, они закрыли канал обновления, то есть, эти приложения перестали обновляться. Они, скажем, как обновляются, но вырубаются в процессе. раз его подождает, то он у меня все. А оно жестко прибито к хрому, или? Это extension, я помню, в принципе, это можно потом отказать к хрому? Можно, но практически просто переписывается в инфраструктурную часть, которая связана с правдой. Вам вопрос, насколько сильно заряд сильно? Сильно. Ну, как сильно? Там в основном используются функции для открытия дополнительных страниц, оборудования этапов нового создания и все, в принципе. А почему это не отдельный сайт? Жень, скажи, пожалуйста, вот если ты щелкаешь под дом, откуда он номинательный? Номинателен. А, контур. Я не помню, честно, я, откуда он его берет. А, он зоори пассово берет, главный. Кимар, да. Дема давно была, на самом деле. Я начал писать в августе еще. Не, а все-таки почему это не отдельная страница? Держи, никакой идеотеристность от Chrome. Я, скажем так, проходю связан с extension. Мне хотелось бы тренироваться. Можете делать как в сайт, наверное.